вопрос 1430 из книги открытым оком том 5 автор лапкин игнатий тихонович вопрос нам всегда батюшки в храме говорили что баптисты еретики и у них не может быть духа святаго и благодати на них нет как же вы их так хвалите и говорите что у них есть дух святой и благодать касается их чем вы то можете доказать ответ чтобы говорить о невидимом нужно быть духовным самому но мы можем определять человека по жизни по его словам по отзывам о нем его знакомых и вообще знавших его предлагаю вам прочитать одну проповедь из баптистского журнала вестник истины номер 1 1999 года совета церквей евангельских христиан баптистов страница с 48 по 51 и подумайте может ли человек не рожденный свыше на ком нет благодати духа святаго сказать такое слово если сможете найти в православных журналах такую проповедь то покажите ее могу засвидетельствовать что за сто лет во все православных журналах не было ничего подобного при все их сверх духовности и заумности должно вам родиться свыше проповедь евангелие туана 3 глава 7 стих обратим внимание на слова священного писания послание римлянам 8 глава 9 стих но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет в вас живет ли в нас господь духом святым этот вопрос наиважнейший и для детей и для молодежи да и вообще для всех верующих если мы христиане только по традиции то обманываем сами себя кто духа христова не имеет тот и не его чьи же мы если в нас нет духа христова задайте себе этот вопрос друзья дорогие и ответьте на него присутствие в нас духа святаго определяет нашу подлинную сущность христовой ли мы дух святой это не отвлеченная личность это не картинный умильный образ это христос пребывающий и творящий в нас свою новую жизнь если этой новой жизни нет то мы мертвы и выучкой долго не проживем испытания быстро определят кто мы каково отношение духа святаго к человеку каковы его действия прежде всего спасительные через проповеди через ходатайственные молитвы верующих через обличение во грехе дух святой пробуждает совесть необращенного человека и влечет его к покаянию к примирению с богом открывает ему что он погибший грешник что ему угрожает гибель и вечные мучения в озере горящим огнем и серой об этом читаем евангель туана 16 глава вас 8 стих и откровение 21 глава 8 стих не внимая голосу духа святаго когда он через родители через проповедников зовет к покаянию люди обманывают самих себя откладывать свое обращение на день и даже на час торговаться со своим спасением опасно это великий риск призывы духа святаго смолкнут кто же тогда приведет душу в сокрушение мертвый по грехам и преступлениям человек не обратиться к богу без духа святаго человек может плакать сожалевая о греховных поступках но пробудить дух человеческий эту работу совершает только дух святой когда дух божий своими обличениями касается вашего сердца это первая и величайшая милость божья к вашей душе смотри не отвергни ее дорогая душа сколько несчастных погибли на веки остались вне спасения лишь по той причине что поверили лжи сатаны и отложили день своего покаяния хочу обратить внимание в первую очередь родителей затем проповедников и пресвитеров на покаяние детей из верующих семей отмечены печальные факты когда наша община пополняется людьми не пережившими и истинное покаяние людьми невозрожденными чаще в такую беду впадают дети верующих родителей самого рождения они воспитываются в христианской среде с раннего детства посещает богослужения молятся поют находят себе верующих друзей мир их не влечет всем кажется что большего искать не нужно они христиане я же хочу сказать что каждому подростку необходимо личное открытое покаяние перед богом покаяние слезные искренние без покаяния никто не обретет жизни вечной никто не обретет спасения в каких грехах нужно каяться в тех на которые укажет дух святой никто кроме духа святаго не подскажет вам за что нужно каяться случается что подросток воспитанный с детства в христианской семье без покаяния принимает крещение и становится членом церкви но это не значит что он стал возрожденным и спасенным враг душ человеческих многих обольстил под делкой под истинное покаяние склониться на колени и поплакать как другие не сложно тем более когда кающихся много но без внутреннего осуждения греховной жизни без сокрушения духа без пробуждения совести который обличает дух святой покаяние будет ложным и человек впадет в заблуждение его поздравят и сам он будет считать себя покаявшимся о новой жизни жизни возрождения не будет и и уверенности в спасение тоже не будет со временем такие христиане разочаровываются в христианстве и уходят в мир или живут полумирской жизнью покаяние которые производят дух святой даже если совершенно в детском возрасте приносит душе возрождение и сохраняется на всю жизнь как важно верующим родителям не обмануться самим и не обмануть своих детей дети могут соблюсти форму выполнить обряд а достойных плодов покаяния не будет дорогие родители не успокаивайтесь до тех пор пока в своем сыне или дочери не увидите жизни божьей помните покаяние может быть ложным почему так внимательно нужно относиться к покаянию потому что только истинное покаяние которое совершает дух святой приводит к возрождению возрождение это достояние только живой церкви иисуса христа ни одна религия мира какой бы красивой она ни была какими бы величественными не были ее литургии и обряды не ставит своей целью возрождение души да и не может его дать людям без покорности духу святому без сознания греховности и глубокого пробуждения совести не возродится ни один человек а потому все эти религии не что иное как заблуждение будучи приверженцами мертвой религии люди десятилетиями пребывает заблуждение мне приходилось беседовать со старицей которая была большой ревнительницей обрядов и мертвого богопочитания она готова была и жизнь отдать за свою церковь так рьяно она защищала свое заблуждение и только на семидесятом году жизни она склонилась покаяние перед живым богом бог снял пелену с ее глаз она ощутила в себе новую жизнь и получила возрождение возрождены ли вы от духа святаго дорогие друзья это наиважнейший вопрос от верного разрешение которого зависит ваша вечная участь если его не разрешить верно сейчас то ваша судьба окажется трагичной впервые этот вопрос затронул христос беседуя с пришедшим к нему ночью никодимом религиозность этого учителя в израиле была высокой он был авторитетным среди фарисеев отождествляя себя со всей фарисейской знатью начал мудрую речь никозим посла евангелие туана 3 глава 2 стих мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним бог у никодима было верное суждение христе но о возрождении о новой жизни он не имел никакого понятия в этих вопросах он был не сведущ христос обратил внимание никодима на главное в жизни 3 глава 7 стих евангелия туана должно вам родиться свыше рожденное от плоти есть плоть сколько плоти не прихорашивай какое религиозное воспитание не давай человек остается духовно мертвым и плотский эфиоп слова взят в кавычки непременно покажет в нем свою греховную сущность с христианами долгие годы пребывающими в таком религиозном обмане и не пережившими возрождение встречаться приходится часто я давно член церкви но с детства меня преследует грех и я не могу его оставить крещение не обновила моего сердца этот эфиоп слова взят в кавычки жил в человеке мог ли христос поселиться в нечистом сердце будет ли дух святой пребывать рядом со грехом этого быть не может христианин может согрешить по ошибке по небодрствованию но систематически без страха божьего живет в грехе только духовно мертвый человек сердце его нет духа святаго а значит нет и страха божьего такой христианин приобрел религиозные привычки им движет религиозный страх но не страх божий поэтому столь строго предупреждение христа евангелие туана 3 глава 3 стих кто не родится свыше не может увидеть царствие божие не может будем помнить об этом все и матери и отцы и дети и служители некоторые неверно думают что не увидят царствие божие там в загробной жизни царство божие царство любви мира правда и истины внутри возрожденного христианина евангелие от луки 17 глава 21 стих и начинается здесь дух святой поселяясь в сердце христианина открывает ему свободный вход в царство божье наполняет его неизреченной радостью и миром божественным невозрожденный человек не знает этой дивной радости усыновления он будет подражать праведным людям до смерти будет отстаивать свою веру но царство божие не увидит на ком лежит ответственность за возрождение может быть виноват только пресвитер крестивший невозрожденных и наполнивший церковь плотскими христианами пресвитер несет ответственность кого он крестит мертвого духовно человека или живого пробужденного не менее ответственны за возрождение детей родители и конечно церковь всем нам не трудно представить такую картину юные братья и сестры из христианских семей пожелали принять крещение прежде всего они волнуюсь предстанут перед церковью сегодня решается допустят их крещению или нет спрашивает родителей вы убеждены что ваша дочь возрождена и живет новой жизнью мы хотим чтобы нашу дочь все-таки приняли в церковь она не ходит в клуб у нее нет неверующих друзей мы спокойны когда она находится собрание на этом кончается все бодрствование родителей и вся проницательность редко кто из родителей просит церковь с особым тщанием взвесить и рассмотреть духовное состояние их детей и убедиться что признаки возрождения на лицо в этот ответственный и решительный момент церковь редко руководствуется водительством духа святаго чаще преобладают плотские мотивы и желания как же отказать в крещении если сын или дочь хотят быть членами церкви а если кто-то скажет родителям что у их детей плотские интересы и такое же поведение они в обиде вы против моей дочери вы не хотите чтобы она была в церкви не обижаться бы нужно а помочь детям обрести рождение свыше не редкий случай серьезных духовных ошибок который кончается кораблекрушением в вере мне приходилось выслушивать горькие признания невозрожденных христиан я покаялась но жизни новой божия не получила другие свидетельствуют дух святой коснулся меня спустя долгое время после крещения и только тогда я познала жизнь божью дорогие отцы и матери если жизнь ваших детей оборвется без возрождения это же трагедия на веки веков за гробом исправить положение невозможно перевести из ада в рай нельзя получить возрождение невозможно а кто духа христова не имеет тот и не его здесь на земле нужно было не обижаться на церковь не находящую ваших детях признаков возрождения а помочь им возжаждать новой жизни вы же содействовали их религиозному обману вечность они ушли не возрожденными несмотря на то что крещение им преподали какое состояние духа у пресвитеров у проповедников церкви когда перед ними предстоят 15-20 молодых братьев и сестер и просят преподать крещение как хорошо пополнить церковь молодыми сильными цветущими и чтобы их было побольше радость служителя можно понять но хочется задать серьезный вопрос дорогой служитель ты имеешь удостоверение в духе святом что у крестил рожденных свыше нет ли среди них плотских религиозно подкрашенных ведь пресвитер ответственным за то что не помог душам войти в присутствии господня родиться свыше хочу обратиться и к членам церкви к старцам и старицам каждый год перед вами стоят юноши девицы и люди разного возраста и вы решаете допустить их до крещения или нет каким чувством переполнено ваше сердце не ошибусь если скажу что у всех одна радость сколько новых душ вливается в нашу церковь кто откажется от такого пополнения своих рядов но какую ответственность возлагает на себя церковь живет ли дух божий в тех душах которых вы согласны крестить вы имеете внутренние свидетельства что они живут новой жизнью в боге жизнью по духу а теперь я желаю спросить тех кто обратился к богу и желает заключить с ним завет через святое водное крещение перед тем как предстать перед церковью на испытание вы подготовили ответы на вопросы какие могут вам задать по школьному выучили что нужно знать о духе святом о церкви и других вопросах ответили безукоризненно и по школьному оказались в церкви не родители не служитель не церковь не спросили у вас самого главного рождены ли вы свыше вы остались обманутыми самым существенным а ведь это обман роковой я знаю случай когда сестра в глубокой старости поняла что обманывала себя всю жизнь думая что возрождена ее муж и дети остались неверующими потому что не видели в ней новой жизни и не верили в ее показное христианство слушая проповедь о духе святом о возрождении другая 60-летняя сестра поняла что не возрождена рыдая она упала на колени и раскаялась домой она не шла а летела такую радость обновления подарил ей господь долгие годы ее муж был неверующим и всякий раз когда она начинала говорить о боге или приглашать его на собрание он не хотел слушать он понимал что жена верит в бога чисто формально ему было неприятно ее показная религиозность почему ты так противишься слову господнему не раз спрашивала жена муж не мог привести каких-то веских доводов но ни разу не согласился прийти на богослужение когда же она окрыленная с умиротворенным и прощенным сердцем вошла в дом упала в ноги мужу милый мой прости меня я мучила тебя религиозными речами я вводила тебя в заблуждение звала тебя к богу а сама не была возрождена только сегодня я искренне раскаялась и получила возрождение муж склонил седую голову над плачущей женой и стал ее успокаивать впервые за долгую жизнь он увидел в ней другого человека казалось что перед ним был ангел они его сварливая жена он прослезился видя искренне сокрушение жены и вскоре сам обратился к богу став ревностным членом церкви молодые друзья в господи многие из вас считают что за возрождение ответственные родители пресвитер церковь который должна наблюдать за духовным состоянием вступающих в члены церкви скажу тебе дорогая душа в первую очередь ты не должна быть беспечна к своему состоянию тебе нельзя успокоиться до тех пор пока не получишь новой жизни от бога дух божий может коснуться сердца твоих родителей и они раскаются перед богом что они указали тебе на отсутствие возрождения и господь простит им но тебе не станет легче от этого ты умерла невозрожденной ты погибла раскается пресвитер и ему бог простит а что будет с тобой церковь увидит свою ошибку и оплачет ее но твое положение исправить невозможно будучи невозрожденной ты мучила церковь живя по плоти от тебя претерпели много домашние ты всем была недовольна никому не давала покоя несмотря на то что носила имя христианки твоя жизнь оборвалась с того света ты никогда не возвратишься чтобы оплакать беспечность и принести искренние покаяние за жизнь по плоти никогда перед тобой закрыто царство божие кто может облегчить твою участь никто дорогие мои умоляю вас именем иисуса христа решите на коленях перед богом наиважнейший вопрос рождены ли вы свыше признаки невозрожденного человека это жизнь по плоти с ее завистью гордостью обидчивостью непримиримостью распрями разногласиями и возрожденный человек может согрешить по ошибке но грех не правило его жизни не система но если тебя в церкви называют спорщик возмутитель ничем не довольны то дух божий не живет в тебе а гнев и распри если ты читаешь слово божье и она для тебя как запечатанная семью печатями книга или тебя вовсе не влечет исследовать священное писание и ты не питаешься им как хлебом жизни это признаки невозрожденного человека если ты длительное время пребываешь в обидах по ничтожному поводу и не желаешь примириться ты не возрожден если ты избегаешь встреч с тем кто обличается тебя и увидев его умышленно переходишь на другую сторону тобой не руководит дух божий если из уст твоих срывались такие слова я терпеть не могу этого человека и видеть его не хочу это вернейшая примета что ты никогда не был возрожден а если был проблеск новой жизни то тебя больше влекло угождение плоти ты утратил возрождение оскорбил духа божьего и он оставил твое сердце иные готовы бить себя в грудь и утверждают что любят господа а церковь не любят а с возрожденными детьми божьими не находят общий язык покидают церковь ищут себе учителей которые льстили бы их слуху первое послание уанна 5 глава 1 стих любящий родившего любит и рожденного от него возрожденный никогда не станет искать своего и враждовать он делает дела угодные духу святому если у кого из читателей после прочтения этой проповеди забилось в тревоге сердце а на устах трепещет молитва господи а возрожденный ли я то примите мой совет придя домой затворите дверь молитвенной комнаты и воззовите в скорби души господу и дух святой откроет вам ваше состояние он непременно высветит в вашем сердце все что его оскорбляет от чего вам нужно освободиться и за что раскаяться примите его обличения в них столько милости столько заботы увещание духа святаго все справедливы все благостны потому что дух святой ведет нас к покаянию ведет к возрождению николай петрович храпов жил с 1914 года 17 марта дата рождения и по 6 октября 1982 года дата смерти провел в неволе почти 30 лет и умер в лагере мангошлака пятый срок оказался для него самым тяжелым и последним русский поэт узник оставил после себя чудные духовные стихи пресвитер баптист в ташкентской общине